Внимание! Данный видеоролик может содержать сцены кровавого и жестокого насилия, пропаганду гомосексуализма, алкоголизма, табакокурения, финансовые пирамиды и нецензурное выражение и брань. Поэтому оно не рекомендовано для просмотра лицам несовершеннолетним, кормящим и беременным женщинам, да и вообще никому. Во-во, смотрите, вылез, вылез, вылез. Скинул еще. Смотри, смотри, как надо, блядь, фраги зарабатывать. И у него восьмерки, видишь, 8-0. То есть он современку лупит. Дамы и господа, добро времени суток. На ваших экранах самый жесткий нагибатель всея игры Warpath. Probial Placement Product засрался вот окончательно. Значит, сижу я, 3 часа ночи, атака, блиндажи. Все кланы потеют, всех серверов потеют. А наш мега-супер-пупер нагнетатель хайпа, да, хайпожорства, сидит в Басре, это город первого уровня, где-то в жопе карты, непонятно где, даже не на территории. И, соответственно, фармит четырьмя своими твинами киллы. Киллы в тот момент, когда его альянс в 3 часа ночи, то есть в 3.05, получает по щам. По щам. То есть, видите, да, вот я пишу, в 5 утра, то есть в 5 утра мы это спалили. Вот такой вот спасибо, отдельный респект Крэйзи Фоксу из альянса VIP, который, собственно, и скринул, скинул нам скринчики и видосики, и, в принципе, все то, как, смотрите, где он находится. К чему я это веду? К тому, что наш мега-тру-папа-нагибатель все время говорил о том, что он делает киллы, 100% попадая в боевую машину, все время топ-1. Его самая лучшая стратегия это артиллерия, мауса обязательно, мауса, арта, какие вертолеты и МБ-шки плохие, какой Сократ ужасный, он тут всех баламутит, вводит диверсию, так сказать, пересаживайтесь, пересаживайтесь на МБ-вертолеты. А вот так вот надо играть, ребят, вот так надо фармить 400 тысяч килов современки. Ну, тут ничего сложного, как говорится, все, что нужно, это заморочиться, иметь три твинька, четыре в данном случае твинька, на них всех четверых иметь современку. И достаточно интересно, зачем это было нужно делать, для каких-то ачивочек, но самый интересный момент то, что когда его спалили с тем, что происходит на самом деле, он просто расфигачил свои будки и улетел сразу. Видимо, кто-то написал и дал понять, что происходит. И в общем и целом, подводя итог всего этого действия, пиршества, набития фрагов, я хочу сказать следующее. Ребята, большинство из вас знают, кто это такой, большинство из вас знают, что это просто клоун. Но он своими речами относительно того, что офицеров не надо докачивать полностью, да, про супер-пупер стратегию крысо-битвы, маус-арта где-то в попе мира, АФК-будки, грузовички пытаются догнать своим маусом. Это все, конечно, здорово, и часть игроков на это ведутся, они верят, что действительно так можно играть. Но так нельзя играть. И это прямое доказательство того, что человек набивает себе стату, стата его не настоящая. Сколько он этим занимается, фиг его знает. На четырех аккаунтах прокачать 8-0, это надо постараться. То есть это конкретный умысел был, да, что типа я буду себе набивать стату. В первом городе во время Каира, то есть никто не видит, где это находится, даже непонятно на какой территории. Соответственно, ну, здесь о чем это говорит? О том, что мы можем пилить ролики, какой Сократ плохой, а-та-та-та-та, какая неправильная стратегия МБ-вертолет, но я в своих роликах, да, видео и стримах показываю, как эффективно играть, да. Посмотрите вчерашний стрим. Я показал, как эффективно надо играть вертолетом с Пейном и Графиней. Этот Чумпапос Ебубо показывает, как надо правильно формить киллы, имея артиллерию 9-1, маус, кучу вертолетов, самолетов. Он, конечно, классный, кайфовый, но так не делается, ребят. Конечно же, поддержать нашу работу вы можете с подпиской на Boosty сервисе. Ссылки в описании под роликом. Отдельный респект Nightmare, отдельный респект Бузлкир, Михаил, Алексей Котов, Мэр, Буржут, Грут, Second Tripod 287. Спасибо вам отдельно за поддержку канала. Ну, в общем и целом, пишите свои комментарии, что вы думаете. Ну, а, конечно же, это была финальная точка, итоговая точка. Больше возвращаться к этому персонажу, малышке с 18 сервера, я не вижу смысла. Он окончательно слил свою репутацию, да, репутацию достойного воина. Окончательно обосрался вот таким вот действием, доказывая в каждом Каире, что у него честные фраги. Доказывая в каждом четвертом городе, что он честно набивает, играя там всего один час в день. Один час в день я тоже так могу играть и иметь там 2-3 миллиона убийств, но это смешно. Поэтому задумайтесь над тем, кого вы смотрите, а не надута ли это стата, а правильную ли информацию он вам подает, если он на поле боя четвертого уровня не может набить себе нормально фрагов и не может нормально закрыть боевую машину. Если он не может это сделать в честном бою, значит, а смысл прокачивать ту ветку технологий, ту стиль игры, которую он пропагандирует, если это говно срано, и вам понадобится еще 4 твина с современной техникой, чтобы что-то как-то закрывать. Ну, в общем, с вами был Агутик, с вами был Сократ, до новых встреч, увидимся в будущих видео. А я каждую тренировку первое место забираю. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Как может это, блядь, по всему свету заслать эту хуйню? Да я завтра создам отдельный ролик про эту хуйню, блядь. Зашквар ебаный, блядь. Это же пиздец. Я все равно скинул в мир. Да надо всем пообицу и скинуть. Я даже вот так вот сделал. Я скажу 5, неожди. Трочно записи. Пидор-мот, конечно, за счет, конечно. Пошли в хуй, пизданем, блядь. Что-нибудь хорошо, так мэрки болеть. Блядь, а можно же в плане того, что... Давайте всем сообщение напишем. Что он... Давайте, давайте, давайте дружно просто в ЛС мы напишем чмо ебанное. Нет, ну не чмо ебанное. Отписка, блядь. Пишите, отписка, отписка. Вот так вот, пишите, блядь, и... Не-не-не, напишите ему, жди себя на ютубе. Блядь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует...